Ранее утро 22 июня 1941 года в 4 часа Германия и ее союзники без объявления войны напали на СССР. Внезапной бомбардировке подверглись многие советские города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы. Так началась война, получившая в СССР название Великой Отечественной войны. Внезапного нападения удалось бы избежать, если бы руководство страны во главе со Сталином прислушалось к неоднократным предупреждениям о подготовке Германии войны против СССР советского разведчика Вихарда Зуркина. Еще 5 марта 1941 года он сообщил Москву примерную дату немецкого отторжения в СССР, но ему не поверили. Даже посчитали, что он в угоду другим странам нарочно посылает дезинформацию. Рихард Зурки родился 22 сентября 1895 года в Баку. Его семья, отец немец, мать русская, в 1898 году переехала на постоянное место жительства в Германии и поселилась в пригороде Берлина. В годы Первой мировой войны Рихард служил в вооруженных силах Германии. Ему довелось воевать против Франции, а затем против России. Но со временем он становится убежденным сторонником коммунистического движения. По окончании Первой мировой войны Зурки продолжал жить в Германии. В Гамбурге он познакомился с будущим председателем коммунистической партии Германии Эрнстом Тельманом. В ходе партийной деятельности Зурки в конце 1924 года оказался в Москве, где был завербован советской внешней разведкой. Здесь он получил советский паспорт и стал гражданином СССР. Всесторонне образованный, с прекрасными манерами и знанием многих иностранных языков, Зурки завел широкие связи в немецких кругах, создал в Японии разветвленную разведывателем коммунистическую организацию. В Японии он был ведущим немецким журналистом, часто публиковался в нацистской прессе. В марте 1941 года Зурки узнает о планах нападения Германии в Советский Союз и сообщает об этом Центре. Он один из первых передал в мае 1941 года в Москву данные о составе нацистских сил вторжения, дате нападения на СССР, общую схему военного плана Вермахта. Однако эти данные были настолько детальны и, кроме того, не совпадали с уверенностью Сталина в том, что Гитлер в ближайшие месяцы не нападет на СССР, что им не придали значения, посчитав даже, что Зурки – двойной агент. Вихарда Зурки коснились 7 ноября 1944 года в Японии. В 1956 году над могилой Зурки друзья установили памятник, гранитную плиту с надписью «Здесь покоится герой, который отдал свою жизнь в битве против войны за мир во всем мире». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1964 года Рихарду Зурке посмертно было призвоено звание Героя Советского Союза. С конца 1960-х годов Зурки стал самым известным советским разведчиком времен Второй мировой войны. В его честь были названы улицы в Москве, Липецке, Брянске, Волгограде, Твере, Уфе и во многих других городах России. В Советском Союзе именем Зурки называли корабли и школы, были выпущены почтовые марки с его изображением. В Московской школе номер 141 улицы Зурки дом 4 с 1967 года существует Мемориальный музей Рихарда Зурки. В Москве в 1985 году ему воздвигли памятник. Мемориальный музей Рихарда Зурки, Брянске, Волгограде, Твере, Уфе и во многих других городах России. Мемориальный музей Рихарда Зурки, Брянске, Волгограде, Твере, Уфе и во многих других городах России.